Здравствуйте! Ближайшие несколько минут рассказываем о политической жизни края. Она, к слову, не остановилась после выборов. Прошло два месяца, а судьба двух министров неизвестна. Михаил Рабушка строительства и Борис Немик здравоохранения все еще с приставкой ИО. Последнего чуть было не списали, когда в Красноярск приехала некто Наталья Говорушкина из Москвы. Ее назначили советником губернатора Михаила Котюкова по здравоохранению. И что бы это значило? Многие считают, что именно она все-таки возглавит министерство здравоохранения. Я думаю, этот сценарий вполне возможен. Но, скорее всего, случится это, наверное, уже после президентских выборов, которые, как известно, должны у нас пройти в следующем году, 17 марта. Еще в мае я от очень информированных людей слышал, что Борису Немику ищут замену. И вроде бы были даже конкретные предложения руководителям ряда красноярских крупных медицинских центров. Но все эти возможные кандидаты эти предложения отвергли. Появление советницы называют мягким трамплином для смены министра. Ждем, когда губернатор внесет ясность. Он должен выдвинуть кандидатуры. А пока Катюков в делах партийных. На днях он стал главным единороссом в крае и получил партбилет из рук Дмитрия Медведева. Правда, на фото выглядит несколько задумчиво. Может, о судьбе края размышляет. Ты что такое? Кисто сидишь. Улыбнись. Все хорошо. А вот кто тоже не забывает о Красноярске, да что уж о Сибири, так это Сергей Еремин. Позвольте, если будет уместно, все-таки сегодня еще есть одна важная дата. Поздравить наших коллег-депутатов сибиряков с праздником и жителей Сибири. Потому что 8 ноября это День Сибири. Харрики, присоединились. Спасибо. В столице он возглавил Красноярское землячество. Эдакий родной уголок в Москве. Что это за организация такая, Сергей Васильевич? Расскажите. Ждем посты. Самым заметным депутатом на прошедшей неделе, во всяком случае в интернете, стал Денис Терехов. Он как профи по продвижению в сети отлично знает, полезен любой пиар, кроме некролога. И повод нашелся. Политика не пустили в ресторан под названием «Москвичи». Потому что там в тот день ждали гостей только со столичной пропиской. Прописка московская. Чего? Прописка московская. В смысле? Я в ресторан поесть пришел. В прямом смысле. У нас мы пускаем только по прописке. Вам документ нужен? У меня есть документ. У меня есть документ. Какая прописка? О чем вы говорите? Законодательное сообщество. Ксива Заксобрания Краснодарского края не помогла, и Денис Эдуардович остался голодный. Новость эта разлетелась по всем, даже федеральным пабликам. И тут спецы по пиару засомневались. А не придумал ли все это сам Терехов? Уж больно хорошо сыграно. Увлекся он в последнее время самопродвижением. Его канал, запрещенный в России соцсети, уже становится похож на страничку какого-нибудь коуча или даже проповедника. Что важнее, упорно трудиться или просто полагаться на свой талант, который дал тебе Господь при рождении? Я не хожу на работу с 9 до 5. Я бизнесмен, могу себе это позволить. Вы должны начать носиться к своему времени как к бесконечному единому потоку, который вы обмениваете на ресурс. Спасибо, Денис Эдуардович, за совет. Ждем тренинг для депутатов ЗС. Кстати, про них небольшой политический анонс. 23 ноября заксобрания планируют лишить мандата депутата Гольдмана. Будем следить. Софья Толстопятова, Сергей Польшаков. Новости Прима. Субтитры создавал DimaTorzok